В идеале, конечно, воду нужно освещенную сделать. То есть ее нужно деструктуировать, то есть разрушить молекулу, как талая вода. Это все заговор. Связь молекул. У меня, например, есть специальная чаша, такая, знаете, с ручками. Ее начинаешь тереть, и вода вскипает там. То есть она крестом так вот прям по всей... Лучше на улице это делать. То есть брызги такие, чаша большая такая, и вода просто как вскипает там вся. То есть она делается деструктуированной. Я это с молитвой делаю. В ритм хожу, чуть-чуть ручками касаешься, и там она начинает как звучать, как колокол типа. И вот в этот ритм если поймать, то она вот так вот крестом просто начинает бурлить, бурлить, как вскипает. И брызги такие летят с нее, как фонтан такой. И вот она делается, то есть молекулы разрушаются, делаются короткие. То есть вот эти молекулярные цепочки в талой воде не короткие, легко сквозь мембрану клетки проходят. А в стоячей они соединяются и длинные. Информацию плохо передают. Вот это деструктуировано, вот как талая водичка. А потом нужно ее насытить жизнью. То есть, ну, как бы лучший образ жизни это вот пшеничный колос. Вот вы представляете, что вы берете этот пшеничный колос с этим зерном наливным и опускаете в эту воду. А вода же вы знаете, это же такое, она сразу информацию переписывает всю. И вот это она вот это все раз и впитывает. А потом вы берете рукой так хлоп по воде и представляете, что этот колос рассыпался на множество мелких колосков. И в каждую молекулу воды вся эта энергия ушла. Она насыщенность. Но в ней все равно остается определенная часть воды. Потом, вы знаете, очень много видов воды. Так вот среднюю часть, нужно как бы собрать отрицательную воду, которая вам вредит. Такой столбик. И как морковку туда, уп, вытащить и выбросить. И вот тогда вот эта вода будет очищенная. Она будет подготовлена для того, чтобы уже внести в нее ту информацию, которая вам необходима. Вот прочитали молитву. Как с гуся вода, так с моего там ребенка, с госпорща хороба. Тогда она как чистая магнитофонная лента всю эту информацию записывает. То есть это вода подготовленная. Это вот обязательно видно было. Помните, воду вступит о лочь, вилами по воде писать. Вот это вот как раз вот этот и есть процесс. То есть вот тогда идеально. Вот если ведро вот так обработать с водичкой, и после этого на ребенка, это будет лучше. Не просто там набрал где-то. А лучше вот так прорубить. А вот интересно, дистилляция уничтожает эти структуры молекулярные? Да. Ну опять же, нужно все повторить. Ну понятно, да. То есть нужно вот эти процессы пошагово как бы сделать. То есть понимая, что происходит с молекулами. И как информация насыщается и очищается там. Если вот это понять смысл, рациональное зерно, тогда это очень эффективная водичка будет. А вот что писали на воде? Вот руна ман, да? Ну да. Это вилы. Руна ман. Человек там. А там уже ты хочешь то кое-что и вводить информацию. Какую ты мандалу нарисуешь? Какой оберег ты нарисуешь? Какую руну? Ведь если знаешь символ рун, значение, то с помощью руны можешь все что угодно сделать. А есть мандалы, рисунки. Есть еще в нашей традиции руны такие, которые руны действия. То есть они не как для письменности, а как для действия. Ну то есть волховство, то что называется. Тогда волховат. Это уже что ты хочешь делать? Такую руну и вноси. Но даже если брать наши руны, если вы будете их изучать, у него у каждого есть скрытый смысл. То, какую энергетику оно в себя несет. Вот какую руну начертишь, вот такая энергия и войдет. То есть нужно четко понимать, что означает эта руна. Тогда эта информация впитывается. А из какого металла? Каждый свой металл должен иметь. И если нужно, то можно его менять. Зависимо от ситуации, что ты хочешь, какую энергию вогнать. Какую информацию, какую силу. Это опять же арканы. Почему? Можно и пальцем, можно и деревянной. Смотря какую силу ты хочешь. Можешь каменной, можешь костяной. Можешь серебряный, золотой, стальной. Какую силу ты хочешь ввести воду. А это лишь арканы. А это лишь арканы.